МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Мадина Исмаилова. Здравствуйте. Далее о главных темах к этому часу. Ограничение движения для всех видов транспорта. В Ульяновске продолжается борьба с непогодой. Вновь закрыта казанская трасса Р-241. Там работает наша съемочная группа. Ночной репортаж вестей с одного из самых больших христианских праздников. Сегодня Крещение Господне. В Ульяновской области 10 тысяч человек окунулись в проруби Иордании на водоемах. Церемония вручения областных наград, концерты и торжественные мероприятия по всему региону. Ульяновская область празднует 81-ю годовщину со дня основания. И вновь ограничение движения для всех видов транспорта из-за погодных условий. Сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость. С 6 утра перекрыта казанская трасса Р-241 во всех направлениях. Фуры встали на Наримановском кольце. Наша съемочная группа только что вернулась с участка возле поселков Мирной и Чердаклы. Выводов, к сожалению, ответственные лица не сделали. Там вновь застряли люди. Некоторые автомашины стоят с ночи. Репортаж оттуда мы планируем показать в следующем выпуске «Вестей» в 21.10. В прошлом году здесь были установлены снегозащитные щиты. С полей сильный ветер часто дует переметать дорогу, как сейчас. По словам Министерства транспорта, их убрали, эти щиты, из-за ремонта трассы. Между тем, дорожные службы города работают круглосуточно. Сгребают снег на обочины, расширяют проезжую часть и подметают ротуары. Что позволяет поддерживать городские дороги в проходимом состоянии. Только за последние сутки вывезено 127 самосвалов снежной массы. Сейчас регион готовится к новому сильному снегопаду, который, по прогнозу синоптиков, придет в Ульяновск в ближайшие часы вместе с сильным ветром. Ограничения в передвижении сохранятся до наступления благоприятных погодных условий. Но пока заявленное время перекрытия дорог до 7 часов вечера. Это Ульяновский автовокзал. Нина Ивановна успела добраться сюда утренним рейсом, который выехал до того момента, как вышло распоряжение о закрытии трасс. А вот совершить в областном центре привычную пересадку до Теренги женщина уже не смогла. Я к дочке еду в Теренгу. Узнала только здесь, что приехала телекатно, вот узнала, что отменили. Вот сейчас сижу не туда, не туда, не еду. Не домой, назад, не к дочери. Руководитель автовокзала признается, что две отмены рейсов в течение недели – случай редкий. Но уверяет, что к чрезвычайным ситуациям здесь готовы. Работают кафе, мест для ожидания достаточно. Сотрудники и церпеливо отвечают на вопросы, ожидающих своего рейса. Сильный ветер, дороги заняты. Вот на 11 часов отменено 65 рейсов пока. Но они с каждой минутой больше и больше. Что от нас может зависеть? Наверное, безопасность – это превыше всего. Как бы ни возмущались, но безопасность перевозки пассажиров – это главное. Городские автостанции также не отправляют пассажиров по указанным маршрутам. Это район Парка Победы. Пассажиров в зоне ожидания не видно. Лишь голуби находят спасение от ветра под навесом. Автобусы, курсирующие отсюда в сторону пригородов, никуда не едут. Ждем звонка. А давно ждете? С утра. Решение о запуске рейсов или работе в особом режиме принимает региональный Минтранс, ориентируясь на информацию о погодных условиях в различных районах области. С 11.15 были сняты ограничения в направлении Димитровграда, Старой Майны, Инзы, Барыша и Сингелея. Игорь Кранцев, Денис Миронов. Вести Ульяновская. Сегодня Крещение Господне. Порядка 10 тысяч человек погрузились этой ночью в проруби. Всего в Ульяновской области обряд омовения проводился в 88 населенных пунктах в 119 санкционированных местах. Самой популярной в этом году стала купель в деревне Погребы, куда сразу окунулись 250 человек. А наша съемочная группа встречала один из самых больших христианских праздников богоявления у Иордании возле автомеханического колледжа. Слово Артему Петрову. Ровно в полночь речную воду освещают. За таинством верующие наблюдают с берега на расстоянии в несколько десятков метров. В Ульяновске в этом году при проведении крещенских купаний усилены меры безопасности. Причиной стал тонкий лед. Можно увидеть наглядно вот это толщина самого ледяного покрова, а все остальное только наледь. Эта зима в регионе оказалась снежной, но крещенские морозы так и не установились. И без того тонкий лед при наплыве воды в разы теряет прочность. Если лед толщиной 20 сантиметров держит 800 килограмм, 25 сантиметров держит 3,5 тонны. Соответственно при наплыве воды прочность уменьшается на 50-80%. Но чтобы главная народная традиция крещения Господня состоялась, к проруби людей пускают в порядке строгой очереди. К купели верующих провожают спасатели. Они же дежурят возле самой проруби. В эту ночь только в Ульяновской области обрядом овения совершили тысячи православных верующих. Считается, что крещенская вода смывает грехи и становится чудодейственной, как в реке Иордан, в которую входил Иисус Христос. Действительно, да, целебно, потому что вот я наливал даже воду, и она не тухнет. То есть действительно, это так оно и есть. Последний раз, когда купался, после того, как искупался, не болел там ничего. При этом врачи напоминают окунаться в прорубь важно с осторожностью. К купанию нужно готовиться и закаляться. Каждый год уже лет 20 купался. В полночь колокольный перезвон раздается над Ульяновским селом Арское, где расположен старейший в регионе храм Блаженной Ксении Петербургской. Именно там обряд овения совершил губернатор Алексей Русский. Праздник, который я лично жду каждый год, у меня есть традиция, каждый год обязательно купаюсь либо в проруби, либо в святом истощике. Это дает мне силы. Служители церкви напоминают, купание в проруби – дело добровольное. Куда важнее в праздник богоявления посетить службу в храме. Но если совершить обряд овения хочется, купели будут открыты до полуночи. Артем Петров и Юрий Давыдов. Вести. Ульяновск. Сегодня в нашем регионе большое торжество. День основания Ульяновской области. Все праздничные мероприятия, а их около 300, посвящены Федеральному году семьи 2024. Центральным событием в Ульяновске будет церемония вручения высших областных наград, парад семей, вошедших в энциклопедию «Жизнь замечательных семей» и грандиозный концерт во дворце губернаторский. Мероприятия будут организованы в домах культуры каждого муниципалитета. Кроме того, в школах и детсадах пройдут классные часы об истории Симбирска, Ульяновского края и краеведения. Широко отметят 81-ю годовщину со дня основания Ульяновской области и в Москве в павильоне 73-го региона на ВДНХ. Там пройдут семейные творческие мастер-классы. Знаковым мероприятием марафона праздничных событий станет выступление концертного ансамбля Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов на ВДНХ в Москве в субботу 20 января. Творческий коллектив представит программу «Симбирская фантазия» ко дню Ульяновской области. К другим темам. В России продолжается подготовка к выборам президента страны. Сейчас во всех регионах обучение проходят общественные наблюдатели. Выборы главы государства – это событие действительно важное. Даже в свой юбилей некоторые наблюдатели вместо семейных застольей проводят время, узнавая о тонкости предстоящей работы. А их немало. Важно досконально изучить права и обязанности, причем не только избирателей, но и тех, кто организовывает выборный процесс. Выборы президента, выборы своего будущего, правильного будущего. И каждый житель должен прийти, проголосовать и сделать свой выбор. А наблюдатели проследят за тем, чтобы выборы прошли честно и чисто. Нам рассказывают о правах на избирательных участках, о том, как взаимодействовать с избирательной комиссией, с избирателями, которые присутствуют, приходят, чтобы права избирателей не нарушали. Главная задача наблюдателя – обеспечить законность, открытость, прозрачность и гласность избирательного процесса. Обучение в основном состоит из теории, но в конце каждый должен будет сдать своего рода экзамен, который подтвердит компетентность наблюдателя. Первая часть – это теоретическая, когда мы даем необходимый объем знаний для того, чтобы можно было осуществлять наблюдение. И вторая часть, можно сказать, практическая – это тестирование по окончании обучения, где наблюдатели уже, отвечая на тесты, закрепляют и повторяют те знания, которые они получили во время теоретической части. В регионе уже набрано необходимое количество наблюдателей. Суммарно в дни голосования за чистоту избирательного процесса только в Ульяновской области будут следить около трех тысяч человек. Обучение проходит во всех районах губернии. Это «Весть Ульяновск». Мы продолжаем. 81 год назад в блокадном Ленинграде слезы счастья на глазах были у всех, кто дожил до светлого дня. Открытие «Дороги жизни» в 1943 году. Наступательная операция «Искр советских войск» позволила прорвать фашистское оцепление. Этот момент и все предшествующие страшные годы помнит жительница Ульяновска, которая встретилась лицом к лицу с ужасами блокады, будучи ребенком. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Теплыми объятиями встречает волонтеров Победы Валентина Мельникова, готовая поделиться с гостями многим, что есть сейчас и чего не было в детстве женщины. Уроженка Ленинграда Валентина Николаевна полтора года встретила блокаду. И несмотря на юный возраст, воспоминания как вспышки. Когда у нас бабушка умерла, мама была на работе, мы с сестрой остались с бабушкой, и соседка ни в коем случае не давала нам ее вывозить, выносить, потому что только началась декада, и мы пользовались бабушкиной карточкой. 125 граммов хлеба на весь день критически мало. Приходилось есть все, что можно было разжевать. Семья Валентины растапливала столярный клей. Им и питались. Рацион тяжело пережил дедушка. Он первым ушел из жизни в все страшные годы. Отец нашей героини блокаду не застал. Ушел на фронт добровольцем. Пропал без вести. С оставшимися родными держались вместе. Особенно гордится Валентина Николаевна своим дядей Николаем Левинтовым. Он участник Невского пятачка. Он был политруком. Эта карта, эта обстановка на Ленинградском фронте к началу 43-го года. Это к началу прорыва блокады. Поезда стали муку-то привозить, и нам, значит, стали выдавать детский сад уже, как говорится, в дополнительный этот самый паек. Нормальный паек. Да. И вот это вот, и напекли, вот эту вот белую булку напекли. И вот когда, значит, ну, она же всех так полукругом были, с одной стороны стали раздавать эту булку, а другой-то, конец-то, еще не получает. И вот в другой конец такой рев устроил, что им не хватит. Плакали и взрослые после снятия блокады. Слезы радости сдержать было сложно. Но голод еще долго преследовал блокадников. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. В музее почтовое дело Симбирска-Ульяновска открывается новая филателлистическая выставка «Помним имя двое». Она посвящена столетию со дня смерти нашего земляка Владимира Ильича Ленина, который отмечается в ближайшее воскресенье, 21 января. Революционер – организатый большевистской партии, основатель советского государства. Среди экспонатов есть марка, напрямую связанная с датой его ухода. Ее выпустили в день похорон вождя пролетариата. И не случайно. При жизни планировались выпуски ленинских марок. И даже некоторые дельцы от филателлии и от почты пытались выпустить эти мэн. И на это все был не официально. И Ленин, ну, как говорят мне, я тогда не жил, категорически был против выпуска таких марок. Но когда он умер, то, естественно, сразу было дано задание срочно выпустить марку. Еще один экспонат рассказывает о другом интересном факте в истории нашего города. Оказывается, он мог называться Ленинск, а не Ульяновск. Когда его решили переименовать, это широко обсуждалось даже в прессе. А люди писали письма с предполагаемым адресом. Город Ленинск в скобках Симбирск. И такой уникальный конверт «Мечта филателлиста» здесь есть. Всего здесь представлено более тысячи марок, в том числе выпущенных и в других странах. На открытии выставки также состоялось торжественное огоршение конверта, посвященного дате смерти Ленина. Экспозиция продлится до 30 мая 2024 года. Яркая страница европейской культуры, эпохи романтизма от музыкантов Ульяновского академического оркестра «Губернаторский». Концерт к 215-летию Феликса Мендельсона планируется в рамках проекта «Музыкальная сборная России». Последняя репетиция перед выступлением – это оттачивание самых важных элементов предстоящего музыкального торжества. Именно так отзываются о творческе немецкого композитора и пианиста-современной исполнителей произведений Мендельсона. Ульяновским музыкантам особенно приятно войти в прежнее классическое русло после традиционной новогодней программы. К нам приезжает замечательный молодой музыкант. Это студент Дома музыки Питерского, который сыграет этот замечательный концерт. И, конечно же, мы порадуем публику этой замечательной музыкой. Творчество Феликса Мендельсона называют симбиозом классической ясности с романтической восторженностью и эмоциональностью. Концерт состоится в это воскресенье 21 января на сцене Дворца творчества детей и молодежи в 17.00. И в завершении о спорте. Более 400 спортсменов из 12 регионов. Такое количество учеников собрали чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по армрестлингу. Соревнования проходили в Нижнекамске. Ульяновец Кирилл Кутузов занял второе место в своей возрастной категории. Не хватило опыта и тренировочного стажа. Будем работать над этим. На левую руку получил занятие второе место. На правую руку выставил похуже. Но, в принципе, результатом довольно. Еще один представитель нашего региона, Даниил Павлушин, завоевал высшую награду турнира в Татарстане. Стоит отметить, что для ульяновского спортсмена это уже четвертая к ряду победы на состязаниях различного уровня. При этом, несмотря на высокий результат, Даниил скромно остался не слишком доволен своим выступлением. Ошибки еще есть, их надо исправлять. Уровень был, ну, скажем, средний. Соперников было немного таких каких-то именитых на первенстве ПФО, чемпионате, проходящем в Нижнекамске. Первенство ПФО, где выступит Кирилл Кутузов, пройдет в марте. А взрослый чемпионат страны по армрестлингу, где наш регион представит Даниил Павлушин, запланирован на апрель. Местом проведения и тех, и других состязаний станет город Орел. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем наблюдать за выборами? Гордый дед пришел домой. Я от партии одной в наблюдателей направлен. Бдить за выборами стану, чтоб народ и избиркомы все вершили по закону. Как в шпионских кинолентах. Я в секретного агента деда сразу нарядил и бинокль ему добыл. У меня такое зрение, что любое нарушение я увижу как орел. И к тому же обучение я специально и прошел. По российскому закону мне достаточно смартфона. Знаю я теперь, внучок, на какой нажать значок. Процедуре я обучен, камеру купил покруче. Я, дружок, не пропаду, общество не подведу. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. Сейчас в Урьяновске минус 3. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. Ветер южный 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok